Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. 147 застройщиков и 19 должностных лиц в Краснодарском крае оказались под уголовным преследованием. Все в рамках защиты прав обманутых дольщиков. Сочинские депутаты решают проблему пробок на федеральных трассах. От кого еще ждут инициативы, стало известно на сессии горсобрания. Два переднеазиатских леопарда, выращенных в Сочи, сменили прописку. Эльбрус и волна будут обживаться в заповеднике Северной Осетии. Вышли в море под песней великого барда. В Сочи стартовала регата памяти Владимира Высоцкого. 147 застройщиков и 19 должностных лиц в Краснодарском крае оказались под уголовным преследованием. Все дела проходят в рамках масштабной работы по защите прав обманутых дольщиков. Такие данные сегодня озвучили в региональной прокуратуре. Там прошла встреча заместителя генерального прокурора России и губернатора Кубани. Это и руководство муниципальных образования, и судебные приставы, и эксперты, а также сотрудников органов Росреестра. В настоящее время в рамках этих уголовных дел 55 обвиняемых содержатся под стражей, 22 под домашним арестом. Могу сказать, что на данный момент работа продолжается, по всем делам ведется расследование. Они находятся на контроле генеральной прокуратуры. На примитивном примере и дома эти строились никто не контролировал и почему-то не заглядывал, не в сроки, которые были заявлены в соглашениях, в договорах, в обязательствах застройщиков. Прошло время и, конечно, намного дороже нам уже сегодня стало восстановить права обманутых дольщиков. Намного дороже. И сегодня, тем не менее, мы можем заявить, что 26 тысяч дольщиков в Краснодарском крае, большей частью, уже получили свои квартиры и их права восстановлены. Региональной администрацией совместно с прокуратурой разработан краевой закон о дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников долевого строительства. Теперь ускорен процесс достройки проблемных объектов. Изменения позволят принудительно изымать земельные участки с брошенными жилыми комплексами у недобросовестных застройщиков и передавать их тем, кто готов взяться за работу. Сегодня в присутствии губернатора и заместителя генпрокурора России были заключены соглашения между инвесторами и мэрами Краснодара и Новороссийска. Подписи скрепили намерение завершить строительство девяти домов. В Сочи усилия защиту особо охраняемых природных зон. Третье окончательное чтение в Госдуме прошел закон о введении строгих запретов на отчуждение в частную собственность земельных участков в заповедниках и нацпарках. После вступления документа в законную силу, пребывание на территории нацпарка частных лиц возможно только при наличии разрешения Федерального государственного учреждения, осуществляющего его управление или соответствующего ведомства. Сейчас сложная ситуация сложилась на территории Сочинского нацпарка в районе Аишха в горах Красной Поляны. Там вырос целый поселок самовольных строений. Местные жители не заботятся о чистоте окружающей территории, оставляют бытовой и строительный мусор. Нацпарк опубликовал сообщение о начале демонтажа незаконных строений. Речь идет о капитальных временных металлических конструкциях, ограждениях, беседках, бетонных площадках, вымощенных тротуарной плиткой, туалетах, рукомойниках, а также крупногабаритном мусоре, сообщает пресс-служба администрации Сочи. Сохраняя традиции интегрироваться в современную экономическую модель, кубанские казаки обсудили будущее своего реестрового войска. На совет атаманов в Краснодар со всего края приехали больше полутысячи человек. Развитие казачества собравшиеся видят в обновлении собственного состава. В ближайшее время ставку будут делать на молодежь, а еще на казачью экономику. Все подробности у наших краснодарских коллег. Молитва в начале – обязательное условие совета атаманов. Духовные традиции – то, за счет чего всегда одержалось казачество. Кубанское войско – это почти 53 тысячи человек. Атаманы, приехавшие сегодня со всего края, решают, каким окажется будущее реестровых казаков. И вместе с традиционными ценностями здесь вполне уживаются современные бизнес-модели. Экономическую самостоятельность казачества при поддержке региональных властей на Кубани пытаются выстроить последние три года. Казачество прошло. Этап восстановления. Этап становления. А теперь следующий этап. Этап развития. Вот сидеть и ждать – неправильный путь. Путь, который ни к чему не приведет. Экономика та же казачья. Это движение навстречу друг другу. Власти к вам, а вам к власти. Мы с поддержкой, но ваших инициатив. Экономических инициатив, предпринимательских инициатив, бизнес-инициатив. И если их не будет, власти просто будет нечего поддерживать. Основой для экономического рывка кубанского казачества постепенно становится земля. Сейчас в руках войска почти 17 тысяч гектаров площадей по всему краю. Выделять участки начали после вмешательства в этот вопрос губернатора региона. Венимин Кондратьев всегда считал – казаки не могут быть обузой. Напротив, должны зарабатывать самостоятельно. Как подтверждение этих слов – результаты уборки зерна на полученных землях. В настоящий момент зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 4550 гектар, что на 700 гектар больше, чем в 2017 году. Валовый сбор зерна по войску составил 22 989 тонн. В прошлом году это составило 20 524 тонны. Не такие уж мы плохие хозяева. На сегодняшний день в Краснодарском крае организовано 25 казачьих кооперативов. Все это работает на финансовую независимость войска, что положительно скажется и на экономию бюджетных денег. В этом тренде держится и предложение Венимина Кондратьева. Он попросил свой аппарат продумать систему налоговых льгот для реестровых казаков, которые одновременно занимаются фермерством или бизнесом. Конечно, с контроля никто не снимает и старые поручения. Например, о назначении атаманов обществ заместителями глав районов. Я до сих пор не могу понять, почему в мостах полностью соответствует требованиям муниципальной службы. Он до сих пор не заместитель главы. Я не понимаю, почему в Услабинске глава крутится и вертится, и до сих пор не выполнит поручения губернатора. Почему? Почему в Новокубанке, почему в Отрадной не выполнит? Есть у нас семь атаманов, которые абсолютно достойны быть заместителями главы муниципальных образований. И лучше, может быть, будут выполнять задачи, которые вы главы будете ставить. Значительно лучше. В 17 муниципалитетах атаманы стали заместителями глав районов. В 17, а у нас их 44 муниципальных образований. Вот по четырем я так понимаю, что какие-то проблемы с главами или с непониманием. Но здесь находятся департаменты. Коллеги, я еще раз подчеркиваю, ситуацию на самотек не надо пускать. Тут надо вникнуть объективно и посмотреть. Так они сами барахтуются. И толку нет. Поэтому неделя сроку по тем ситуациям, о которых Николай Александрович сказал, выйдите в район, встретитесь с одними и другими и доложите мне. Во всех 44 муниципальных образований края я требую, чтобы максимально уже все сроки прошли, в течение трех месяцев атаманы стали замами главы районов. И вы за это персонально отвечаете. Основная задача всех этих предложений – сделать кубанское казачество современным, образованным и максимально встроенным в экономическую и общественную жизнь региона. Но, как говорится, без свежей крови этого не получится. Привлекать молодежь в ряды реестрового войска нужно не из-под палки, а перспективными проектами. А интерес к казачеству действительно есть. В прошлом году на Кубани создали Союз Казачьей Молодежи. И к сегодняшнему дню там насчитывается около 90 тысяч молодых парней и девушек. Современное казачество, основанное на традициях, культуре, вере. Но современное казачество – это прежде всего современные казаки. Современные. Вот там молодежь, о которой я бесконечно говорю, которые должны прийти в казачество и сделать ту самую казачью экономику. И самое главное богатство у казаков – это сами казаки. Их надо растить, мотивировать. И это основная сегодня и стратегическая задача. Это главный потенциал кубанского казачьего войска – казачество на Кубани – молодежь. И если она не будет в казачестве, значит она будет в других непонятных по час общественных организациях. Прошу организовать создание районных штабов казачьей молодежи. Пусть сами определяют свои мероприятия, свои различные идеи реализуют. И это будет правильно. По сути, это аналог районных казачьих обществ только для молодых ребят. Возможность не только самореализоваться, но и узнать об истории и культуре своей малой родины. Своё отношение ко всем новаторским идеям, озвученным сегодня, казаки выразили коротко, но понятно. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар. В Сочи уличная реклама станет современнее. Такое решение сегодня приняли депутаты городского собрания. За что ещё проголосовали, знает Елена Всецына. Сессия городского собрания Сочи началась с отчёта начальника полиции УВД города Сочи. За полгода сократилось количество тяжких преступлений. Все лица, которые нами задержаны в этой категории незаконного оборота наркотиков, это лица не местные. Здесь категория преобладает у нас в основном граждане Украины. И восточные, и западные. Такие отчёты депутаты городского собрания Сочи заслушивают раз в полгода. И они необходимы, поскольку депутаты могут по просьбе сотрудников полиции, например, добиваться продолжения финансирования программы антинарка, которое было прекращено. А в свою очередь народные избранники попросили обратить внимание на организацию дорожного движения на федеральных трассах, где образуется в активный сезон пробки. Мы сейчас и обращаемся не только к нашему УВД, но и на уровень краевого управления подразделения ГИБДД для оказания помощи с их стороны для организации дорожного движения. То есть, о чём идёт разговор? Идёт разговор и о текущих мероприятиях, то есть увеличению количества здесь патрулей, но и, с другой стороны, к собственнику дороги федеральной. Потому что без расширения на отдельных участках, без строительства пешеходных переходов просто невозможно. Внесли депутаты и изменения в бюджет города. Предлагалось увеличить доходную и расходную часть бюджета на 372 миллиона рублей. Средства из края – это 226 миллионов рублей. В основном они ушли на образование, то есть на строительство школ и детских садов. Вторая часть – это на приобретение жилья для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Это основное направление. Те средства, которые мы получили дополнительно собственные, это получили 146 миллионов рублей. Это наша увеличенная доходная часть нашего бюджета. Также депутаты заслушали отчёт о выполнении индикативного плана социально-экономического развития города Сочи за прошлый год. Рост населения диктует новый подход в развитии социальной инфраструктуры. Отмечен также рост малого и среднего предпринимательства. Безработицы в Сочи нет. Сегодня город Сочи находится на самом, если не на первом, я сейчас, к сожалению, не скажу на каком, но мы точно в тройке городов по субъекту, по уровню безработицы. Мы по сравнению с предыдущим периодом, 2016 годом, увеличили и превысили планируемые ожидания на 22%. А вот наружная интерьерная реклама давно уже требует обновлений. Информацию до потребителей, считают депутаты, можно доводить красочно и креативно. Депутаты городского собрания Сочи приняли сегодня новые правила размещения рекламных конструкций. Развивающийся курортный Сочи требует новых современных стыл и указателей. 30% рекламы старого образца будет вообще демонтирована. Появятся новые объекты наружной рекламы, такие, например, как медиаэкран о мелодии. И срок эксплуатации определен 10 лет. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи за это лето уже трудоустроили больше 1200 подростков. Такие цифры в интервью нашему телеканалу сегодня озвучили в Центре занятости населения города Сочи. В первую очередь мы трудоустраиваем категорийных наших деток, особо учитываемые категории. 60% от трудоустроенных у нас уже трудоустроены детки таких категорий, как малообеспеченные, из многодетных семей, состоящих на всех видах профилактического учета. Делаем мы это с той целью, чтобы наши дети были заняты. Такая профилактика и такое трудоустройство помогает нашим детям как можно быстрее сняться с профилактических учетов и встать на жизненный путь, который необходим. Дети наши работают на всех отраслях города Сочи и в управлении по образованию. В школах мы трудоустраиваем. Трудоустраиваем здравоохранение в больнице, в поликлинике, в санаторно-курортную отрасль, в гостинице и в санатории. Также они у нас работают в сфере потребительского рынка, в магазинах работают, помощниками продавцов работают. То есть в различных отраслях мы трудоустроим. По трудоустройству инвалидов. Это, конечно, такая категория граждан, которые не особо защищены. Центр занятости пытается помочь им, также привлекает работодателей, да, с целью трудоустройства. Были года, когда наши работодатели не желали трудоустраивать инвалидов, потому что они их просто боялись брать, да, потому что есть дополнительные отпуска, есть заболевания, это все понятно. Вот к нам обратилось на сегодняшний день 163 с начала года инвалида, из них 53 трудоустроено. Добавлю, что всего в банке Центра занятости населения сегодня более 7,5 тысяч вакансий. Как отметили в организации, курорт стал круглогодичным, поэтому в основном специалисты требуются на постоянную работу. В Сочи побит температурный рекорд. Рекордную для июля температуру зафиксировал гидрометцентр. Накануне в Сочи столбик термометра поднялся до 37 градусов. До этого самой высокой температурой для этого дня считалось значение в 34,3 градуса. Этот показатель был зафиксирован в 1960 году. Сочинцы и гости курорта от жары спасаются разными способами. Кто-то прячется в тени, другие передвигаются по городу исключительно под зонтом. А некоторые и вовсе стараются в самый разгар дня не выходить на улицу. Ну а самый эффективный способ в борьбе с летним зноем – это водные процедуры. Кто-то предпочитает море или речку, другие купаются прямо в фонтанах. Первый раз приехали так в основном на море, на водопады, горы. Никто ничего не отменял. Сочи и сочи приехали в жару, наслаждайтесь есть. Вот так в фонтанах, в речках, подуши. Конечно, жарко. Я северный, как и мой друг. Да, мы из Мурманска прилетели. Так что для нас очень круто. Друг у меня переехал, я на каникулы. Вот. Ну да, было очень жарко вчера вообще. Гидромедцентр отмечает, что подобная аномальная жара продлится недолго. Уже сегодня столбик термометра опустился на несколько делений. То жара, то гроза накануне в Сочи для служб экстренного реагирования был непростой день. Городские предприятия и пляжи четыре раза получали предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Тем не менее, для заботы об отдыхающих пришлось привлечь не только спасателей, но и казаков. Казаки дежурили на пляжах, которые вечером были закрыты. Причина – штормовое предупреждение. На курорт мог прийти смерч. Его отголоски в виде молнии и дождя были заметны ночью. При такой жаре угроза появления опасных метеоявлений сохраняется. И власти Сочи призывают не игнорировать предупреждения спасателей. Если есть предупреждение, если стоит бирка, пляж закрыт, то не надо заходить в воду. Потому что смерч налетает очень быстро. И последствия могут самыми быть негативными. Сегодня мы еще раз эти вопросы все проговорили. С управлением курорта и туризма пришли к выводу, что сегодня будет проведена дополнительная работа с руководителями и арендаторами всех пляжных территорий. И все это делалось только в целях сохранения жизни и здоровья наших граждан. Также на совещании обсудили взаимодействие всех служб в случае смерча и ливня. По поручениям главы города они продолжают работать в повышенной готовности. Но тем более в Сочи до 27 июля ожидаются ливни с грозой, шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Возможен подъем уровня рек. При возникновении чрезвычайных ситуаций жители гостей курорта просят звонить по телефонам 112 и 010. И продолжаем выпуск. Спасатели помогли Сочинке вернуться домой. Вечером спасательный отряд позвонил мужчина и сообщил, что его жена, спускаясь по тропе от Бзербского карниза, подвернула ногу. Из-за травмы женщина очень медленно шла и супруги могли не успеть выйти из леса до темноты. Уже через 20 минут сотрудники МЧС добрались до места, где находилась пострадавшая. Спасатели оказали туристке доврачебной помощи и на квадроцикле доставили ее в канатной дороге «Газпрома». Два переднеазиатских леопарда, выращенных в Сочи, сегодня сменят прописку. Самец по имени Эльбрус и самка Волна будут обживаться в заповеднике Северной Осетии. Больших кошек вырастили в Сочинском центре восстановления леопардов. Все время они находились под прицелом фото- и видеокамер и под присмотром специалистов. Два года их тренировали и обучали. Недавно животные сдали экзамены и доказали, что могут самостоятельно охотиться. В то же время хищники не должны представлять опасность для человека. Зоологи сымитировали передвижение группы туристов. Снежные барсы испугались и убежали подальше от людей. Две недели назад мы брали образцы крови, смылы всякие, проверяли их инфекционные заболевания, осматривали в целом, как они себя чувствуют. Сам все делали рентген. В общем, они здоровы, готовы к выпуску и чувствуют себя хорошо. Животные показывают здесь характерное для этого вида поведение. Так что у нас нет сомнений в том, что благополучие формируемой популяции через несколько лет будет на высоком уровне. Леопардов доставили на вертолетную площадку и погрузили на борт МЧС. Через два часа хищники оказались в национальном парке Алания. Животных там обещали холить или леять. Последнего снежного барса здесь истребили почти сто лет назад. Краснокнижное животное изображено на гербе республики и стало символом ее столицы – Гладикавказа. Эльбруса и волну на природу выпустят завтра. Ну а через год зоологи ждут пополнения в семействе. В ближайшие недели еще двух больших кошек из Сочинского центра восстановления леопардов отпустят на волю, но уже в Кавказском биосферном заповеднике. Там в прошлом году уже выпускали трех краснокнижных животных. Экологи и защитники природы хотят, чтобы популяция снежных барсов на Кавказе с годами увеличилась до полусотни особей. С 1 августа возобновляется движение поездов по маршруту Адлер-Гагра. На маршруте будет курсировать рейсовый автобус. Движение будет осуществляться два раза в день в обе стороны. Стоимость поездки – 250 рублей. Для федеральных льготников – 225. Время в пути около двух часов, включая прохождение пограничного и таможенного контроля и остановку на станции Меретинский курорт. В прошлом году этим видом транспорта воспользовались порядка 19 тысяч отдыхающих. Что называется, сэкономил. В Сочи водитель БМВ пытался перепрыгнуть барьер платной парковки и застрял. Водитель БМВ Х5, видимо, решил выехать с территории платной парковки в Эстасадке не через официальный выезд со шлагбаумом, а через насыпной барьер. Тем самым сэкономил бы 200 рублей, но застрял. Автомобиль, буквально повисший на барьере, сняли очевидцы. Вышли в море в память о Великом Барде. В Сочи сегодня стартовала парусная регата, которая посвящена памяти Владимира Высоцкого. Судьба летит по лугу, доверчивую смерть, круг пальца обернули. В акватории парусного центра «Югспорт» сегодня звучат песни всеми любимого поэта, барда, артиста. Это 17-я в истории гонка памяти Владимира Высоцкого. Для Сочи – 11-я. Старт ей дали в 2000 году в Самаре, а Черноморский курорт примкнул к городам-организаторам, в числе которых также Тольятти, Санкт-Петербург и Владивосток, семью годами позже. С тех пор каждый год в июле под песней Высоцкого в Черное море выходят десятки парусных яхт. Участвуют практически все, от мала до велика. От оптимиста класс яхты, с чего начинается вообще парусный спорт, до крейсерских больших яхт, которые могут бороздить океаны и так далее. Сегодня у нас достаточно много участников. В крейсерских яхтах это 12 участников. Всего же в море сегодня готовились выйти более ста яхтсменов, в их числе в качестве матроса и музыкант. Легендарный голос группы «Белый орел» Александр Ягья. Я дружу с Никитой Высоцким и мы записывали альбом памяти Владимиру Семеновичу Высоцкому. Мне, конечно, это сегодня приятно. Немного спорта, немного памяти о настоящем великом Владимире Высоцком. И, конечно, поучаствовать в таком событии – это гордость. Гонка будет проходить вдоль центральной набережной курорта, чтобы гости и жители города могли оценить красоту и мощь как крейсерских яхт, так и маневренность детско-юношеских международных классов. Итоги подведут в субботу. Победителей в гонках крейсерских яхт наградят переходящим кубком, который выполнен в виде небольшой стелы с гравюрой, грифа-гитары и словами поэта. Во время церемонии закрытия будут звучать песни великого музыканта в исполнении местных бардов. Начало – в 18 часов. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире.